вот сказали будем надеяться ну вот что и что я хотела рассказать про то что в группе девочки написано продолжить нажал кнопку продолжить правильно ли по-видимому да потому что она спрошла можно я вас буду записывать тогда правильно хорошо я вас приветствую сердечно как у вас дела как погода у вас у нас у нас как раз сейчас пошли дожди сделалось прохладнее но от этого естественно такое состояние немножко но вы всем напомните где вы находитесь потому что новичок войдет туда посмотреть наш ролик и не поймет откуда вы нахожусь это штат мичиган в америке ну вернее там это под детройтом в общем у нас погода всегда бывает влажная и зимой холодно летом очень жарко вот сейчас не жарко просто влажно даже удивительно как-то выходишь на улицу прохладно немножко понятно легко помидоры уже начали поспевать я так понимаю мы собирались сделать такой ролик для всех полезные для всех участников школы чек будущего хомофутурс и для всех новичков которые посмотрят наш ролик о двух факторах я хочу сказать почему люди знают допустим слышали про ключ но не пользуются два фактора которые мешают им найти хотя бы минуту а там если дробные посекундные упражнения хотя бы их использовать я хотел об этом сказать но сначала выслушаю ваши вопросы вот вопросы такие что есть люди которые только так бегают бегают все время как белка в колесе и у них и заботы этого покорми этого уложили туда надо пойти продукты купить здесь в доме что-то разваливается тут еще работу надо тут что-то доделать и вот человек привыкает в таком состоянии много лет когда люди живут потом из этого состояния выйти очень тяжело и на самом деле ну конечно ключ помогает но только он помогает когда вы делаешь а когда просто знаешь что он помогает он не помогает и вот такое чувство что у людей просто нет разрешения какой-то сами они себе не дают не дают разрешение вот взять и 30 секунд ну или минуту поделать что-нибудь и вот мне кажется что нужно какой-то выход найти ну во первых люди должны привыкнуть послушать им в группе вот они приходят в группу ко мне три раза мы уже собирались только начали но все равно вырабатываются навыки потихоньку и вот как сделать так чтобы человек не в группе мог заниматься в группе то всем легко все прекрасно всех пошли руки и там это не получалось прошлый раз а тут пошло и счастье такое а другие а мы вот у нас получается детям объяснили и мы а дети делают а вот есть люди которые никак не могут даже сообразить что вот был момент когда им было плохо и они могли бы это сделать и вроде как и время тогда было и условия были то есть не то что самолете летят только а вот что-то где-то заклинивает это первый фактор в час как раз вы сами машинка сказали о том что детей они сами научили дети делают вот первый фактор чем заключается если человек взрослый вдруг сталкивается вот есть вам метод очень хороший он там слышал отзывы потрясающие все но он не учился этому с детства вот например физкультура кто делает физкультуру либо те которые с детства научили либо те кто армию прошел там привыкли делать физкультуру вот он и делает каждый день физкультуру а те которые не привыкли с детства не воспитаны в там они конечно для них новые новые так сказать вид деятельности они привыкли жить так по стареньке привыкли вот бегать туда-сюда в стрессах находиться им нужно что-то такое конкретное маленькое между усилием и результатом конкретно маленькая например таблетка вместо того чтобы делать там какие-то упражнения целую минуту он раз за секунду выпил между усилием и результатом если короткая связь они просто еще не знают новички новички просто не знают по первому фактору что в принципе мы же помогаем подобрать приемы индивидуальные где между усилием и результатом сразу так то есть это как раз таки есть принцип подбора путем перебор и тех приемов которые подходят лично данному человеку чтобы он посмотрел и понял потому что вот по первому фактору который по первую причине которым я говорю он думает что это то же самое как в йоге как там физкультуре там надо осваивать что-то у нас то ничего осваивать не надо надо перебирая разные варианты подобрать по действию которые тебе подходит и сам процесс перебора развивать творческая активность мышления поисковая потом ты все задачи свои лучше решающие по хозяйству и в магазине и по работе и по общению и по экзаменам и так далее вот первый фактор с детства надо этим учить вот следующее поколение будет уже автоматически это применять как навык почему потому что как раз наша школа человек будущего это первое во вторых учебники по физкультуре профессора матвеева синхрогимнастика по методу ключ она уже для 10 11 классов вот когда это разовьется реализуется внедрится потом книги выходят у нас на разных языках но естественно они будут уже с детства это понимать это первая причина а вторая очень важная причина она заключается в том что люди обычно поскольку кто не посвящен в это они никак логически не связывают причем тут эта физкультура даже сихра гимнастика синхронизирующая то есть совпадающая лично с ним на сто процентов дающая сразу эффект логически не связывают они они как понимают вот здесь у него свои проблемы жизненные и вот есть реальность физкультуры они никак их между собой не соединят они не понимают пока до сих пор что как раз таки эти раскрепощающие приемы снимающие нервно-мышечные зажимы как раз и помогают им их собственные проблемы которые их волнуют решать быстрее и эффективнее что это как раз таки не отдельная вещь от их жизни а как раз таки это тот элемент который улучшает возможность решения всех их проблем ну например человек идет в магазин покупать туфли да он же думает о том какие лучше купить туфли он же все время находится в интернете под влиянием моды там соседка так сказала вот эти туфли там или еще чего-то а как вы именно те купить которые ты потом принесешь чтобы не было так как женщины обычно говорят полно в шкафу одежды одеть нечего что было то что ты действительно купила так как тебе нравится но для этого как раз и нужен ключ потому что если человек делает время от времени разгрузку у него появляется интуиция лучше понимает как решать любые вопросы так это же связано как раз жизнью просто надо чтобы они уразумели эти люди новички уразумели что как раз таки если у вас есть какое-то желание жизни какая-то цель жизни какая-то задача который вы хотите решить будь то математическая ли подготовка к экзаменам или к соревнованиям или к общению так вот там как раз таки чтобы легче и успешнее решили свою задачу как раз и нужны вот эти инструменты как абсолютно согласна с вами но мне кажется что есть еще 3 3 момент про то что ну есть люди которые они давно на пенсии они живут одни у них такой какой то есть режим там ну они могут что-то поделать с утра не там стоят кровать постели эту умоются потом идут чай пить потом книжку читать ну что-то в общем такое а есть люди у которых ну пока это маленькие дети или какая-то семья которые там кита заботы и вот с утра ты просыпаешься пока пока ты еще там как-то проснешься что-то вдруг раз и начинается туда позвонить это сделать с этим договориться здесь бежать ой надо же завтракать а то голова заболит там значит что-то куда-то куда-то начинается и вот так вот до вечера человек бегает на самом деле это не правда что нету двух минут две минуты есть они просто не знают эти люди просто не знают когда человек проснулся в этот момент один из элементов ключа это потягушеньки и в этот момент на пик напряжения если положить свое желание как пройдет день это так оно и пройдет если он подтягиваясь подумать как хорошо сегодня день пройдет так он и пройдет вопреки всем обстоятельствам а если он просыпается и подтягиваясь думает опять день будет такой плохой как всегда как надоело это так оно и будет это же элементы ключа они просто не знают что надо подобрать и пользоваться но еще бывает что у человека который так вот так вот бегает все время какой-то момент вдруг стресс либо накопившийся с этой пандемии который не знаешь а что будет в сентябре а в школу там можно будет идти детям или нельзя и и как как что куда где беречь от чего спасать вот в такой момент на самом деле у человека мне кажется это не только привычка о себе не заботятся а какой-то вот такой очень внушение за многие годы которые попадают вот и не знаю мужчин тоже наверно у многих так бывает но очень часто у женщин у которых вот эти дети и работа и дома хозяйства и что-то они вроде все все делают они умнички все прекрасно а вот времени на себя там же надо еще это губы какие-то намазать бывает или что-то вот это вроде как есть время но потому что они намажутся и вот считается что это красиво будет для кого-то другого и это получается можно делать а вот то что для себя чтобы вот взять и стресс убрать это же личное время и вот это личное время она вот такое чувство что ты ничего не делаешь это виноват вот что мне кажется вот мешает очень многим вот чувство вины что ты тратишь время вообще на себя даже если это 10 минут вполне возможно потому что когда я делал работу в вашей а мне рассказывали там был фильм такой в котором был такой эпизод когда женщина стоит значит у косяка двери потирая значит лоб и думает о чем же я еще сегодня не позаботилась она на самом деле настроена поддержать жизнь обеспечить всем себе меньше всего думает что очень важно вот это замечательно что вы сказали про потягушечки потому что надо просто приучить себя делать что-то одно но вот в начале дня а потом вот я девочкам говорю потихоньку хоть замечаете когда вы вам когда вам плохо вы хоть заметьте это вы хоть на себя внимание теперь я вам даю совет и всем даю совет и когда делаете во первых надо сказать себе ах как хорошо это сразу снимает все накопишься напряжение и в этот момент когда вы думаете как пройдет день туда заложите в этот тайм 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 менеджер свой мозговой заложите туда вот это что сегодня обязательно пять минут на приемы ключа что я пять минут буду смотреть видео и подбирать себе из бесплатных ликбезов у нас много роликов на youtube каналах если есть слово ликбез в различных названиях и тому на зум выходит много людей друг другому делится опытом и так далее сразу очевидные результаты видны и там они могут подобрать новички я новичка говорю новички могут подобрать себе конкретные приемы которые подходят лично им и потягущеньки могут подойти шалтай-болтай как дети все делают даже не задумываясь правильно делать или не отпускает мысли на самотек а сейчас вот посмотрите у меня до картина эта картина называется кранер потому что у меня приятельность а психолог она в рязани водит хороводы я и рисовал с нее рисовал она между прочим шашкой фланкирует на шашкой фланки рует я тогда нарисовал вот видите у него наличие что воль а тогда же не было понятия про это вообще никакого никакого это было несколько лет назад вообще об этом никто не думал ни о ковиде ни о чем интуиция у меня настолько сильно совпадает с течением остроты времени почему-то я так нарисовал а сейчас я как раз таки и занимаюсь всей нашей школы во первых мы создаем науку человечности чтобы мы пробили эту пандемию во вторых значит мы создаем повышение стресс иммунитета а вместе с этим тянется иммунитет вообще после кроме против всех вирусов то есть у каждого человека есть выбор но в первую очередь надо сам гигиена но это конечно это безусловно да второе значит на свежем воздухе больше гулять чтобы клетки мозга получали больше кислорода это для иммунитета а как же какие бы мы не проводили прививки кто хочет выбирает прививки пожалуйста кто хочет выбирает стресс устойчивость или иммунитет ген на выбора каждого написано добровольно все должно происходить никаких принудительных экспериментов над людьми почему я об этом говорю потому что очень много людей ко мне обращаются сейчас как надо правильно поступить я говорю как в любом случае носите бы маску делайте вы прививку мутируют же все время говорят вот этот вот вирус в любом случае повышать стресс иммунитет правильно в любом случае а как раз вот эти приемы его сейчас вот эти дамы которые не находят времени для детей нет занимаются детьми не находят время для себя они теперь могут понимая что это повышает стресс устойчивость и иммунитет пять минут в день себе выделить для того чтобы заниматься ключевыми приемами мне кажется это очень хорошее решение потому что да нет разрешения себе уделить время и вот когда на потягушках во первых день все что получался хороший а а во-вторых вот это себе заложить и эти пять минут сделать и пока больше не надо потому что даже за 5 я уверен это уже получается в нейросетях нашего мозга уже появляется новый навык когда мы каждый раз сделаем потягушки думаем о том как день хорошо пройдет и у меня будет полнота сил и уверенность я со всеми справлюсь делами и найду время и для этого и для этого и для этого все будет прекрасно тем самым включать ресурсы внутренние и в этот же самый момент в этот же самый момент оказывается если она или он помечтает вы подтягиваясь а как хорошо скажет сам себе и в этот момент помечтает что он решит какую-то проблему над которой давно бьется его голова он давно ищет какое-то решение никак найти не может но ему главное чтобы появилось чувство абсолютной уверенности что он эту проблему решить и вот оказывается как это не удивительно он снимает блок и тем самым и потом появляются идеи как решить эту проблему ну какая-то там выходит по хозяйству там или по деньгам или дом построить или дерево посадить или ребенка родить окажется потом появляются ответы как это лучше сделать вот оказывается еще вот это подвешенное состояние что не знаешь что тебе разрешат работать не разрешат работать или сейчас запретят или сейчас надо будет то что ты там делать вот это состояние она конечно очень много энергию выжирает прямо высасывает из тебя и поэтому на все остальное уже вообще не хватает ты полбуц все время в зависшем состоянии вот надо делать знаешь вот такой список дел и все можно их делать не то что усталый какой-то или там что-то еще случилось а просто вот ничего не делается так вот машинка для того чтобы у человека хватало силы времени на все надо чтобы минимум пять минут он уделял разгрузки чтобы голова лучше работала и тогда он найдет время на все а так и будет жить в том ощущении что постоянно времени не хватает по моему прекрасное решение я предлагаю видео перестать записывать просто я да 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 давайте выкладываем его как назовем